МИР ВАШЕМУ ДОМУ Конечно же, проводить их по-особенному, совершая побольше благих дел и усердствуя в богослужении. Зульхиджа – один из самых высокоочтимых месяцев. Особенно ценными являются его первые 10 дней. Об их значимости сказано в Коране и Хадисах. Счастлив тот, кто воспользовался этим особым временем, не позволив ему пройти напрасно. Пророк миром и богословения засвидетельствовал, что это лучшие дни на этом свете. Побудив совершать благое в эти дни. Всевышний поклялся этими 10 днями, и этого достаточно, чтобы понять величие этих дней. А как лучше провести эти дни? Совершать любые благие дела, раздавать милостыню, да и просто вызывать улыбки добрым словом. Просить Всевышнего о прощении грехов. Ведь в такие дни есть большая вероятность, что Аллах смилуется наткающимся. Делать побольше дуа, обращаться ко Всевышнему с мольбой об укреплении веры и оставлении всего греховного. Подобные дни – подарок для всех нас. Но даже среди такого богатства есть наиболее значимая драгоценность. В этих 10 днях месяца Зульхиджа есть один, самый ценный и почитаемый верующими – День Арафа. Паломники этот день проводят, будучи на горе с одноименным названием. А что делать нам, когда он наступит? Не терять зря время и молить Всевышнего о благе и прощении грехов. И, конечно же, желательно провести этот день, соблюдая пост. День Арафа – самый великий день большого паломничества. День прощения грехов, освобождения от ада. Было бы достаточно одного дня Арафа, чтобы эти 10 дней Зульхиджи считались великими. О значимости этого дня говорится в хадисах посланника Аллаха. Особенно выделяется соблюдение поста. Будучи в посте, этот день желательно проводить всем, кроме паломников, находящихся в хадже и пребывающих на горе Арафа. И, конечно, в этот день желательно усердствовать в богослужении. День Арафа – это милость Аллаха для всех его рабов, кто стремится быть ближе к нему и очиститься от грехов. Вознаграждение, которое можно в нем получить, словно утешение для каждого, кто не смог попасть на святые земли, чтобы совершить хадж. Поэтому для тех, кто встречает этот день дома, также желательно проводить его в богослужении. Какой, наверное, самый любимый праздник Мессоедов, который отмечают мусульмане? Да, вы угадали, это Курбан-Байрам. Но, конечно же, я шучу, и смысл этого праздника гораздо глубже, чем может показаться. Жертвоприношение – это проявление искренней любви и покорности к Господу. Этот день желательно по возможности также с размахом праздновать, как мы обычно это делаем, в Араза-Байрам. Дарить радость родным и близким и, конечно же, проявлять щедрость. День жертвоприношения – лучший день в году. В одном из хадисов говорится, что он является величайшим днем для Всевышнего. Этот день очень важно праздновать и по возможности делать это с большой щедростью. Выделить его из календаря и отнестись как к дню, в котором просто нужно заколоть животное и раздать мясо нуждающимся. Не только это, а отпраздновать по-настоящему в кругу семьи, искренне радуясь и воздавая хвалу Всевышнему. Жертвоприношение в день Курбам-Байрам или последующие три дня является настоятельной сунной, на которую наш пророк Мухаммад миром и богословения Всевышнего обращал свое внимание. Заколотое животное ради Всевышнего в этот праздник – это значимое событие для всей семьи. И хорошо, когда для верующего оно не является чем-то тяжелым, чем-то просто традиционным, а на самом деле важным. Это великий праздник, достойный особого отношения к нему. Далее у нас рубрика, в которой ученые-богословы отвечают на самые актуальные религиозные вопросы. Бисмилля и Рахману и Рахиму. Альхамду лиллаху. Ассалату ассаляму аля Расулли ллаху. Ассаляму алейкум. Ассаляму аль-рахмату ллаху аля ва баракату, уважаемые братья и сестры. Вот и наступил месяц Зульхиджа, и хотелось бы рассказать именно о достоинстве месяца Зульхиджа из книг, из хадисов пророка, саллиллаху аляху ассаляму, и также из Священного Корана. Самое первое, мы приведем то, что этот месяц и особенности именно первые 10 дней этого месяца Зульхиджа, как их восхвалил Всевышний Аллах. В суре Аль-Фаджр Всевышний Аллах говорит «Валь-Фаджри валяйалин ашр». Смысл аята такой «Клянусь зарей, клянусь десятью ночами». То есть Всевышний Аллах поклялся этими десятью ночами. И толкователи Корана, такие как Ибн Аббас, говорят, что речь идет именно десятью ночами, это именно те самые 10 дней, 10 ночей месяца Зульхиджа. Пророк, саллиллаху аляху ассаляму, однажды сказал своим сподвижникам «Всевышний Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти 10 дней, больше, чем дела, совершенные в другие дни». И тогда сподвижники спросили пророка, саллиллаху аляху ассаляму «О посланник Аллаха, даже если этим делом был джихад, даже больше этого», на что пророк, саллиллаху аляху ассаляму, сказал, «Даже если этим делом будет джихад на пути Аллаха, то эти благодеяния, которые совершены в эти 10 дней, они являются более лучшими». Также в другом хадисе пророка, саллиллаху аляху ассаляму, говорится, «Нет дней более великих перед Аллахом, чем эти 10 дней. И нет дней, в которых совершаемые дела были бы более любимыми им, чем эти 10 дней». Так поэтому произносите чаще слова «Ля Илляха Илля Аллах» и слова «Такбира Аллаху Акпар» и слова «Восхваления Всевышнего» «Альхамду лиллях». Наши праведные предшественники говорили, что эти 10 дней месяца Зульхиджа являются лучшими, чем последние 10 дней месяца Рамадан. Передаются слова одного из праведных предшественников, который сказал, «Последние 10 ночей месяца Рамадан лучше, чем первые 10 ночей месяца Зульхиджа». А что касается первых 10 дней месяца Зульхиджа, то они лучше, чем последние 10 дней месяца Рамадан. Тем самым указывая на то, что эти 10 дней являются лучше, чем 10 дней месяца Рамадан. Особенность последних 10 дней месяца Рамадан. В последних 10 ночах месяца Рамадан мы знаем, что есть ночь Райлатур-Кадр. И поэтому ночи последних 10 ночей месяца Рамадан являются самыми лучшими ночами за весь год. А самыми лучшими 10 днями за весь год являются первые 10 дней месяца Зульхиджа. Также в хадисе, переданном от Абдуллы ибн Курта Ас-Сумали, говорится, что Пророк, салли Аллаху алейкум, сказал, «Самыми великими днями перед Всевышним Аллахом являются День Жертвоприношения и День Аль-Кар». Что такое День Аль-Кар? Это 11-й день месяца Зульхиджа. И это день, который после Дня Курбан-Байрама. Первые 10 дней месяца Зульхиджа еще достоинством этих 10 дней является то, что в этих 10 днях есть День Арафа и следующий день, это 10-й получается день, это Курбан-Байрам. Эти два, скажем, знаменательных дня для мусульман тоже входят в эти 10 дней месяца Зульхиджа. Девятый день месяца Зульхиджа – это День Арафа, и десятый день – это, получается, уже всеми нам известный праздник Курбан-Байрам. Первое, что хотелось бы рассказать о достоинстве теперь Дня Арафа, первое, это что День Арафа и пребывание на горе Арафа – это является одним из важнейших условий для хаджа. Пророк, саллиллаху алиу ассалям, сказал, «Аль-Хаджу Арафа». Хадж – это именно Арафа, то есть стояние на горе Арафа, это является самой важной частью для паломников. А что касается тех людей, которые не находятся в хадже, то для этих людей День Арафа – это самый лучший день в году. Как на это указывает Пророк Мухаммад, саллиллаху алиу ассалям, «Афлалюль-Айами, яумуль-Арафа». Самый лучший день в году – это День Арафа. Некоторые праведные предшественники говорили, если День Арафа совпадает с пятницей, то будут прощены все, кто находится на горе Арафа. Это что касается тех людей, которые совершают хадж и находятся на этой территории. Тех, кто не находится на территории хаджа, в День Арафа желательно соблюдать пост. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алиу ассалям, сказал, «Я надеюсь на то, что пост в День Арафа простит грехи за предыдущий год и за последующий год». То есть тем самым указывая о значимости этого дня. Также в День Арафа желательно побольше читать «Ля-Иляха-Иля-Ллах», «Восхвалят Всевышнего Аллаха» и читать побольше «Такбира» в этот день. Также любое богослужение, любое хорошее деяние, которое раб совершает в этот день, День Арафа, и ее вознаграждение за нее увеличивается в десятикратном размере. Но стоит также помнить, что и совершаемые грехи, также за них наказание увеличивается. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алиу ассалям, сказал, «Лучшая дуа, сделанная человеком, это дуа в День Арафа». И также дополнение хадиса идет, «А лучшее из того, что сказал я и пророки до меня, это слова «Нет никакого Бога помимо Аллаха единого, нет у Него никакого сотоварища, у Него вся власть и Ему вся хвала, и Он всесилен над всеми». «Ля-Иляха-Иля-Ллаху, вахтаву ля-Шарикала, ля-Хуль-Мулку, ва-Ля-Хуль-Хамд, ва-Хуа-Аля-Кул-Ли-Шай-Ин-Кадир». Десятым днем месяца Зульхиджа является всеми нам известный праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Основа этого праздника пошла от пророка Ибрагима, алей-иссалям. В этот день по приказу Всевышнего пророк Ибрагим должен был принести своего сына в жертву. Основа этого праздника Курбан-Байрам лежит от пророка Ибрагима, алей-иссалям, пророк Ибрагим долгие годы просил у Всевышнего себе наследника, просил себе сына, и долгие годы он не имел детей. И спустя много лет Всевышний Аллах даровал ему сына. Но до этого пророк Ибрагим понял, что он очень сильно привязан именно к тому желанию, что он хочет иметь наследника. И, так скажем, отрекнувшись от своего этого желания, он дал обет Всевышнему Аллаху, что если у него родится сын, то он его принесет в жертву Господу. И спустя несколько лет после этого у него родился сын. Пророк Ибрагим, алей-иссалям, забыл про свое обещание Всевышнему, что он принесет его в жертву, был, так скажем, безгранично был рад тому, что у него родился сын. Когда сын пророка Ибрагима, алей-иссалям, который в дальнейшем также стал пророком, пророком Исмаилем, алей-иссалям, когда вот он достиг уже подросткового возраста, Всевышний напомнил пророку Ибрагиму о его обещании, которое он давал, что принесет своего сына в жертву. И напомнив об этом обещании, пророк Ибрагим, алей-иссалям, получил приказ от Всевышнего принести своего сына в жертву. Пророк Ибрагим, алей-иссалям, показывая свою покорность Господу, отвел своего сына в определенное место, и сына тоже он предупредил, что получил такой приказ от Господа, на что его сын отреагировал следующим образом. «О, Отец, делай то, что тебе велено Всевышним, я не буду сопротивляться». Это сказал пророк Исмаил, алей-иссалям, в возрасте 10-11 лет. И когда пророк Ибрагим, алей-иссалям, захотел уже выполнить приказ Всевышнего и провел ножом по горлу сына, нож не порезал. Пророк Ибрагим, алей-иссалям, несколько раз это сделал, проводил ножом по горлу сыну, но нож не резал никак. И тогда пророк Ибрагим, алей-иссалям, в ярости бросил нож и сказал, «Почему же ты не режешь?». По воле Всевышнего нож дал ему ответ. Ответ был следующий. «О, Ибрагим, когда тебя бросили в огонь, почему огонь не сжег тебя?» На что Ибрагим отвечает, «Ему Всевышний Аллах приказал не сжечь меня». И нож, отвечая, говорит, «Точно так же Всевышний Аллах мне приказал не резать плоть твоего сына». То есть это было испытание от Всевышнего, насколько пророк Ибрагим готов ради Аллаха пожертвовать даже своим самым любимым, самым своим долгожданным ребенком. После этого ангел Джибрил, алей-иссалям, принес из рая пророку Ибрагиму барана, которого было велено принести в жертву, и это мясо раздать беднякам. И тем самым этот день стал днем, который мы все с вами знаем, как Курбан-Байрам. Рассказывая о вознаграждении, которое человек получает за жертвоприношение в этот праздник Курбан-Байрам, пророк, саллиллах, алей-иссалям, сказал, «За каждую волосинку принесенных в жертву животных будет записано одно благое деяние». То есть указывая на то, насколько большое вознаграждение человек получит за шерсть, которая будет находиться на этом животном, которое приносили в жертву. За каждую ее волосинку человек получает одно благое деяние. Также пророк, саллиллах, алей-иссалям, говорит, сегодня, то есть в день Курбан-Байрама, наше первое дело – это совершение праздничного намаза, а потом совершение Курбана, то есть совершение жертвоприношения. Кто как сделает, тот выполнит нашу сонну. То есть каждый, кто последует за этим действием, то есть первым делом сначала совершить коллективный праздничный намаз, а после этого совершит жертвоприношение, то это человек, который соблюдает сонну пророка, саллиллаху алей-иссалям. Ученый ислама, известный как имам Абу-Ханифа, говорит, что приносить жертву является ваджибом, то есть, так скажем, близкое к обязательному. Посланник Аллаха, саллиллаху алей-иссалям, в своем хадисе говорит, кто имел богатство, то есть у человека, у которого была возможность сделать жертвоприношение в день Курбан-Байрама и не сделает это, тот пусть не приближается к нашим местам поклонения. То есть указывая на то, насколько важно и является крайне желательным для верующего сделать жертвоприношение в день Курбан-Байрама. Основной смысл жертвоприношения именно в этот день является в том, чтобы люди это мясо раздавали беднякам, и чтобы все нуждающиеся люди, у которых нет возможности приобрести мясо, чтобы эти люди получили, так скажем, еду, пищу и тем самым помогали друг другу. Всевышний Аллах в Коране, в Суре Аль-Хадж, говорит смысл аята, «Ни мясо, ни кровь жертвенных животных не нужны Аллаху, достигнут его лишь ваша набожность. Так он подчинил вам жертвенных животных, дабы вы возвеличивали его за то, что он наставил вас на прямой путь и обрадуй добротворящих». То есть ни мясо, ни кровь, приносящих жертву животных, они не нужны Всевышнему Аллаху. Это все делается ради того, чтобы люди раздавали это мясо другим нуждающимся людям и тем самым помогали друг другу. Пусть Всевышний Аллах увеличит в наших сердцах любовь к поклонению, простит все наши грехи, и пусть Всевышний Аллах примет наши все благие деяния, совершенные в эти прекрасные дни. Валхамду лилляхи, Раббил ааламин. Далее у нас обзор новостей, связанных с духовным просвещением республики. Тысячи дагестанцев в этом году совершают хадж благодаря меценату Сулейману Керимову. В этот список вошли нуждающиеся, малоимущие и те, кто служил в зоне СВО. Для многих это долгожданное событие в жизни. Теперь они будут обращаться с мольбой ко Всевышнему и делать многочисленные дуа за того человека, благодаря которому они отправились на эти святые земли. Это первый рейс Сулеймана Керимова. В первую очередь благодарность Всевышнему Аллаху. И во-вторых, Сулейману Керимову пусть Аллах будет доволен. Иншаллах, сейчас мы в аэропорт. Оттуда, иншаллах, джидду уже в аэропорту и храмы тоже оденем. С намерением тронемся в джидду. Слов просто нет. Одни эмоции. Желаю им счастливого пути, чтобы Всевышний принял их хадж, чтобы все у них было хорошо и ждем их домой. Ахамдуллах, Всевышний позвал. Сейчас едем. Пусть Аллах поможет всем паломникам, которых Аллах позвал. Будем делать дуа за наш Дагестан. Едем туда, на священную землю нашего Мухаммада. Желаю всем, всем быть там. Это один раз в жизни дается такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у нас здесь праздничная атмосфера, связанная с тем, что начали пребывать первые рейсы по линии благоустроительного хаджа Сулеймана Керимова. Встретили уже два рейса, еще несколько рейсов пути. Прежде чем попрощаться, хочу всех поздравить с наступающим праздником Курбам Байрам. Да принять Всевышнее наши благие дела, жертвоприношение, милостыню и одарить нас благами и счастьем в обоих мирах. На этом наша передача подошла к концу. Храните мир в своей душе. И тогда мир вокруг вас станет еще лучше. Ва саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.